Всем привет! Итак, наш рассказ о конце 18-го, начале 19-го века был бы неполным, то есть вы видели записи и про Петрова, и про английских и французских шахматистов этого времени он был бы неполным без освещения еще одного невероятного по тем временам события осенью 1769 года ко дворцу австрийской императрицы Марии Терезии был приглашен французский физик Пелетье, славившийся своими магнитными опытами в те времена они традиционно облекались формой фокуса заинтригованная императрица попросила своего придворного советника Эвганга фон Кемпелена объяснить ей непонятные явления и трюки Вольфганг, по другой версии Паркаш фон Кемпелен, венгр по происхождению был видным государственным деятелем, помимо этого выдающимся изобретателем и механиком он создал много приспособлений и конструкций паровую машину, гидравлическую систему фонтанов в Шенбурнском дворце пишущий прибор для слепых ему принадлежит проект канала между Дунаем и Адриатическим морем у него были огромные возможности для осуществления своих инженерных замыслов так как он занимал высокие государственные посты советника казначейства и управляющего соляной промышленностью составлявший императорскую монополию он не был обманщиком или авантюристом, как Калиостро, граф Калиостро и Казанова но фокус и пелитье ему показались детской забавой и натолкнули его на неожиданную идею которой было суждено обрести бессмерт он сообщил, что если дать ему время то он покажет императрице Марии Терезии нечто более интересное по высочайшему повелению изобретатель был освобожден от всех служебных обязанностей и на полгода удалился в свое имение в Фресбурге ныне это Братислава в феврале 1770 года в Венский дворец Хофбург было доставлено странное сооружение придворные окружили таинственный предмет, пытаясь отгадать, что придумал неистащимый кемпелен сдернули атласное покрывало и перед взорами всех присутствующих предстала фигура турка в пестром восточном наряде турок сидел за деревянным сундуком его голова была покрыта щелмой, чуть опущена а глаза невидящим взглядом уставились на шахматную доску фигурами Ваше Величество, торжественно произнес Кемпелен предложите кому-нибудь сыграть с автоматом партию в шахту Итак, действительно, Иоганн фон Кемпелен изобрел первый в мире шахматный автомат никто, конечно, в это не верил все считали, что в турке ящиках спрятан человек но все дверцы открывались везде были видны только какие-то механизмы а внутренности были заполнены шестеренками, зубчатыми передачами, рычагами, валиками и так далее Механический шахматист играл очень сильно поначалу просто всех В частности, турок продемонстрировал как обойти конем всю доску, побывав на каждом поле только один раз Добровольцы вели запись, но автомат ни разу не ошибся Молва о волшебном турке разнеслась по всем странам и с этим аппаратом играли самые невероятные личности Если в 1770-1773 годах Кемпелен демонстрировал автомат в Вене и Пожоне в 1783-1984 году в Париже, Лондоне, Берлине, Лейпциге, Дрездене и других городах автомат выигрывал большинство партий В Париже он проиграл несколько партий сильным игрокам в том числе Франсуа Филидору После смерти Кемпелина в 1804 году автомат достался австрийскому механику Мельцелю И именно Мельцел в 1809 году привез автомат, чтобы тот сыграл против Наполеона И вообще Мельцель демонстрировал турка во многих европейских странах Считается, что за автомат играли разные шахматисты сильные того времени прятавшиеся в этих коробках, в ящиках и замаскированные петроумной системой зеркал Внутри действительно сидел человек и управлял этим турком Партия с Наполеоном она дошла до наших дней она сохранилась в мегабазе и она тоже окутана легендами В частности, считается, что Наполеон трижды сделал невозможный ход Первые два раза Турок поправил вернул ход обратно и предложил сделать возможный ход императору А на третий раз возмутился и одним сильным ударом смахнул все фигуры с доски Так как запись велась партию восстановили и играли ее дальше Император был восхищен и ему удалось вывести из душевного равновесия неодушевленный автомат Вторая легенда про это событие говорит следующее что после того, как император проиграл турку то есть в Википедии я этого не нашел но в одном из источников я читал такую версию Император достал пистолет и трижды выстрелил в автомат По счастливой случайности пули прошли мимо Сейчас считается что за турка большинство партий проводил Иоганн Баптист Альгайер один из сильнейших венских австрийских венских шахматистов автор популярного шахматного руководства которое выдержало 7 изданий Вроде как про него известно что он был небольшого роста поврежденной ногой и ему было очень комфортно размещаться в этом автомате Мы видим, что турок играет очень сильно в отличие от Наполеона который попытался поставить детский мат вначале Вот он Турок легко парировал Дальше Наполеон делает странный ход пешкой потом тратит еще один важный темп В то же время безжалостная железяка играет очень последовательно и разумно идет нападает на короля угрожает поставить вилку ну и в этой позиции наносит заключительный удар то есть теперь если взять коня то после кони в 3 теряется ферзь подключая черные подключают еще и своего ферзя и вскоре мы увидим избиение голого короля то есть черные съели все что можно и поставили мат на 24 ходу в 50 году вышел сборник с описанием 50 партий сыгранных за автомат французским какматистом Муре и Муре в 1834 году опубликовал статью об этом автомате где рассказал о своих партиях также в Америке писатель Эдгар По опубликовал большую статью под заглавием игрок в шахматы Мельцеля в результате интерес к автомату снизился хотя гастроли продолжали после смерти Иоганна Непомука Мельцеля автомат был продан с аукциона и попал в китайский музей Филадельфии где сгорел во время пожара в 1854 году в течение почти 70 лет публичных выступлений мозг автомата заменяли поочередно несколько известных на то время шахматистов но до нас дошли имена не всех то есть известны что за него играли Альгайер Льюис Александр но я таких шахматистов ну вот про Льюиса слышала что Александр знаменитый шахматист А. Александр прочитал только в Википедии при подготовке А. А. Рон Александр французский шахматист и шахматный композитор ну и вот упомянутый Муре после смерти Кемпелина похожие автоматы тоже изобретались другими изобретателями сам Кемпелин был очень недоволен тем что наибольшую славу ему принес именно автомат как же все таки управлял шахматист находившийся в ящиках и где он находился давайте посмотрим небольшое видео в первом отсеке были видны шестеренки сплошные механизмы вот такие ну и было совершенно понятно что там никого быть не может но на деле автомат управлялся из другого помещения центроумная система зеркал тоже показывала различные шестеренки но в потайном помещении находился человек который который видел что происходит на доске то есть доска была сверху управлял турок а вот человек обязан был видеть эту же самую доску для того чтобы понимать какой ход сделал противник и иметь возможность сделать свой ход то есть точно по центру клетки то есть очень красивая такая инженерная мысль что можно сказать видите фигурки втыкаются человеку снизу понятно какой ход куда сделан ну кстати есть у меня версия что на всякий случай у него еще и шахматная доска была чтобы не играть вслепую сильными сильнейшими шахматистами того времени может быть еще миниатюрная доска была в руке если уж можно человека спрятать то и доску можно еще одну поставить для шахматистов изобретение турка несомненно осталось наиболее значимым из его изобретений потому что очень серьезно повлияло на и на развитие шахматной мысли тоже если бы я думаю что если бы иоганн фон кеппелен не пытался создать автомат люди бы не пытались разоблачать почему машина не может вообще играть в шахматы может быть и в наше время не было бы столь сильных шахматных программ спасибо за внимание с вами был международный красмейст роман овечка роман овечка и и и и и и и и и